Доброе утро, дорогие телезрители! Продолжаем тему лука. Пришло время, и вы должны поторопиться. Уже поторопиться, потому что вот такой сивок высаживается под зиму за три недели до наступления устойчивых холодов. Не морозов, холодов, то есть положительных низких температур. Приготовьте грядку. Вы помните, о чем мы говорили? Это обязательно раскисление. Лучше, если вы лук посадите после моркови. У них разные совершенно мухи. У морковки морковная, у лука луковая, и они никак не могут найти общего языка. Поэтому лучше, если вы севооборот с морковкой, поменяете местами. Значит, грядку слегка раскисляем. Вносим туда, естественно, хорошее комплексное овощное удобрение. И это сработает весной. Помните об этом. Не закапываем лук на такую глубину. Ни в коем случае. Придавили на 2-3 сантиметра. Можно бочком. И потом поднимаем гребни. Между луком рядами должно быть не менее 25, а лучше бы 30 сантиметров. Это обязательно, потому что все должно в итоге проветриваться. Можете 2 ряда здесь, 2 ряда здесь, но между ними расстояние соблюдаем. А теперь о сортах, которые предназначены для подзимнего посева. Значит, форум – это лук с острым вкусом. Очень крупная луковица. Трой. Вот этот лук, как и семка золотистый, не скинет своих свободных рубашек. Они очень плотные, очень красивые. Значит, ну, естественно, радар, его вы уже знаете, вы с ним знакомы. Вкус у него очень приличный. Он такой не очень острый, достаточно крупная луковица, причем слегка вытянутой формы. Ну, и, конечно, луки, к которым вы привыкли, это цунтурион, кстати. У него вообще вкус такой прямо лояльный, скажем, и запаха лука нет такого страшного. И, конечно, штутгарден. Но эти луки хранятся очень хорошо. Поэтому и тоже предлагаем подзимний посев и эти сорта. Значит, я уже сказала, что лук крупной фракции даст хорошую зелень и толстую шейку. Это стволик от луковицы. Если шейка будет вот такая, с ней очень трудно бороться, она тяжело пересыхает. Вот такая фракция лука даст тонкую шейку и достаточно крупную луковицу. Просто запомните, и все. Если вам нужна зеленка, да, зеленая масса, рано весной вы не любите батун, тогда крупная фракция. Если вам нужна луковица, ну, а среди них найдется то, что и на салат пойдет, тогда такой фракции. Всего вам доброго, до свидания. А все ваши вопросы по поводу вот таких сортов и такого лука задавайте на телефон горячей линии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова